Урок пятый. Вскрытие вертикали, диагонали или горизонтали. Обратимся к позиции на диаграмме. Белый ходом ферзь бьет H7 в шаг. Вскрывают линию H. Черные вынуждены играть. Король бьет H7. Тогда белый наносит решающий удар. Ладья H5 мат. Отметим, что белые объявили мат, используя вскрывшуюся линию H. Обратимся к исходной позиции. Смысл комбинации белых заключался в жертве ферзя на поле H7. В результате которой вскрылась вертикаль H для нанесения решающего удара ладьей. Переходим к следующему примеру. Здесь ход черных. Они жертвуют ферзя. Ферзь бьет А2. Шаг. Вскрывая вертикаль А. Белые вынуждены играть королем. Король бьет А2. После этого черные наносят решающий удар ладьей. Ладья на А5. Шаг. У короля белых одно поле для отступления. Король на Б1. После этого черные играют ладья на А1 мат. Обратимся к исходной позиции. Идея комбинации заключалась в том, что черные, жертвой ферзя на поле А2, вскрыли вертикаль А для нанесения решающего удара ладьей. Переходим к следующей позиции. Здесь белые, жертвуя ладью, вскрывают вертикаль Ж. Ладья бьет А6. Шаг. Черные вынуждены отвечать. Ж, Аж. После этого белые наносят решающий удар. Ладья Ж8. Мат. Обратимся к исходной позиции. Идея комбинации белых заключалась в том, что жертвой ладьи на А5, они вскрыли вертикаль Ж для нанесения решающего удара ладьей с поля Ж8. Переходим к следующему примеру. В этой позиции ход черных. Черные проводят комбинацию на вскрытие большой диагонали H1, А8. Ладья бьет H3. Если белые отвечают Ж, Аж, то черные объявляют мат. Слон на Е4 мат. Поэтому после жертвы ладьи на H3 белые могут сделать любой ход, кроме GH. Допустим, слон на С6. После этого черные убирают ладью из-под боя, оставаясь с лишней фигурой. Ладья на H5. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идея комбинации черных заключалась в том, чтобы жертвой качества на H3 вскрыть большую диагональ H1, А8 для нанесения решающего удара слоном с Е4. Переходим к следующей позиции. Здесь ход белых. Найдите комбинацию на вскрытие диагонали. Правильно. Ферзь бьет G5. Вскрывая большую диагональ. А1, H8. После ответа черных, F, G, белые объявляют мат. Конь на H6 мат. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идея комбинации белых заключалась в том, что белые жертвой ферзя на поле G5 скрывали большую диагональ, и белый конь смог нанести решающий удар. Переходим к следующей позиции. Здесь ход черных. Выиграйте с помощью комбинации на вскрытие горизонтали. Вернемся к исходной позиции. Идея комбинации черных заключалась в том, что жертвой ферзя на H3 они вскрыли вторую горизонталь для нанесения ладьей решающего удара с поля H2. Переходим к следующей позиции. Здесь ход белых. Выиграйте с помощью комбинации на вскрытие диагонали. Правильно. Ферзь на поле F6 шаг, вскрывая диагональ H6, F8. После вынужденного ответа черных G, F, белые объявляют мат. Слон на H6 мат. Обратимся к исходной позиции. Идея комбинации белых заключалась в том, что жертвой ферзя на поле F6 белые вскрыли диагональ H6, F8 для нанесения решающего удара слоном с поля H6. Переходим к следующей позиции. Здесь ход черных. Выиграйте с помощью комбинации на вскрытие горизонтали. Правильно. Ферзь бьет А4. После вынужденного ответа белых B, A, черные объявляют мат. Ладья А3 мат. Обратимся еще раз к исходной позиции. Переходим к следующему уроку. Продолжение следует...